Добрый день! Вы смотрите новости на телеканале ЮЭТВ. О том, что происходит в Украине и в мире, расскажу я и мои коллеги в студии Тимофей Львутин. Договор о дружбе между Украиной и Россией приостановлен. Соответствующий президентский указ опубликован в среду в урядовом курьере. Он вводит в действие решение Совета нацбезопасности и обороны. Теперь МИД Украины должен сообщить России о желании Украины прекратить действие этого договора, а также проинформировать об этом ООН, ОБСЕ и другие международные организации. Договор о дружбе между Украиной и РФ был подписан 31 мая 1997 года сроком на 10 лет с последующим автоматическим продолжением документа, если стороны не выскажутся против. Очередное заседание трехсторонней контактной группы по Донбассу состоится сегодня в Минске. Накануне представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Герасченко заявила, что в этом году Украина не продвинулась ни на шаг в мирном урегулировании конфликта на Донбассе. Она подчеркнула, что главной причиной неудачных переговоров является деструктивная позиция России и представителей боевиков. Четыре раза с полуночи российские наемники открывали огонь по украинским военным на Донбассе. Об этом ЕИТВ рассказал представитель пресс-центра объединенных сил Алексей Трегуб. Боевики вели обстрел в районе Луганского, Троицкого, Березового и Лебединского. Против наших защитников оккупанты применили гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Потерь среди военнослужащих объединенных сил нет. Двое украинских военных погибли, еще один ранен за минувшие сутки. Наемники стреляли из запрещенного Минскими соглашениями оружия. В районе Луганского боевики прицельно били из минометов калибра 120 и 82 мм, а также вели огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, в частности, у станиц Луганской, Крымского, Новотошковского, Лебединского и Широкина. Украинские десантники завершают планировку активных действий на международных учениях Сабер Джанкшн-2018. Бойцы отработали взаимодействие между силами противостояния ОПФО и основными силами БлюФО. В последних украинцы представляют самое большое подразделение. В команде с ними несколько стран, в том числе военные США. В активной фазе задача украинцев провести разведку боем, а потом прорвать линию обороны противника. Как сообщают в Минобороны, состав уже рвется в бой и пристреливает оружие. Все прошло успешно, все довольны, надеемся, будем поражать цели и все будет хорошо. Томас об автокефалии Украинская православная церковь получит в ближайшее время. Этот процесс уже остановить нельзя. Так сказал патриарх Филарет, выступая в посольстве Украины в США перед лидерами украинской общины. Патриарх отметил, что то, что останется от московского патриархата, будет иметь те же права, но не будет называться украинской церковью. Предстоятель Киевского патриархата вручил послу Украины Валерию Чалому орден святого равноапостольного князя Владимира Великого. Также украинская делегация посетила мемориал жертвам голодомора геноцида 1932-1933 годов в Украине. Изготовление теле- и кинопродукции совместно с Республикой Молдова. Эту тему обсуждается сегодня на международном форуме в Киеве. Подробности знает наша коллега Инесса Занина, она на прямой связи со студией. Инесса, добрый день. Чем интересен этот проект для двух стран? Добрый день, Тимофей. Речь пойдет о так называемом кэш-ребейт. Это возврат инвестиций, которые вкладываются в теле и радиопродукцию. В Украине приняли этот закон о возврате 16% инвесторам, но он еще не заработал, так как нет еще подзаконных актов. И из-за этого 80 миллионов долларов потеряла Украина. А в Молдове этот закон уже заработает с 1 октября, и это 25% возврата всех инвестиционных денег. Украина поэтому заинтересована в том, чтобы кооперироваться с Молдовой. У нас очень классные теле- и радиоспециалисты по изготовлению этого продукта. И таким образом, если будут изготавливаться совместно в Молдове, мы сможем вернуть часть этих денег. Я предлагаю послушать экспертов в этом вопросе. Украинским профессионалам очень близко поехать в Молдову. И если там будет работать эта норма, то мы станем гораздо более привлекательны для зарубежного рынка. Мы сможем вместе производить продукты как для украинского, так и для молдовского рынка. Но это не главное. Главное, что мы сможем вместе производить контент для международного рынка. Если мы говорим о киноиндустрии, о телевизионных проектах, Украина намного впереди и развитие, если мы сравниваем с Молдовой. Поэтому наши участники, наши делегаты всегда с огромным интересом слушают опыт и стараются обмениваться, сделать какие-то предложения для украинцев, чтобы это было взаимовыгодно. В прошлом году на таком же форуме молодоване приехали сюда, в Украину, для того, чтобы перенимать опыт наш, когда мы отказались от русского контента на наших телеканалах. Это был очень ценный опыт, и поэтому продолжают с нами сотрудничать. А мы здесь остаемся и хотим посетить круглый стол, на котором будут обсуждаться проблемы пиратства телерадиопродукции в Украине. Тимофей. Спасибо большое. Это была наша коллега Инесса Занина с подробностями третьего дня международного форума «Киев Медиа Уик». Самое большое. Литературное событие Украины и Центрально-Восточной Европы стартует сейчас во Львове. 25-й форум издателей. Он продлится пять дней. Запланировано тысячи разнообразных культурных и образовательных мероприятий. Подробнее расскажет Юлия Крючкова. Она на прямой связи из Львова. Юля, добрый день. Много ли людей уже собралось? И что сейчас происходит у вас? Здравствуйте, Мафей. Мы сейчас находимся в главном павильоне, где уже раскладывают свои книги издатели. Хотя форум официально открывается только сегодня вечером, уже начались такие вот очень важные события. Например, час назад началась автограф-сессия писателя Фредерика Бигбедера. Он раздает автографы своим фанатам, подписывает книги. С ним можно пообщаться. Он рассказывает о том, что он написал в книгах. Предлагаю послушать почитателей этого писателя, что они рассказали нам, для чего они сюда пришли. Это один из лучших писателей. Я очень рада, что его книги есть в украинском переводе. Читала не одно его произведение. Очень хочу взять автограф. Два года назад, когда он был в Украине, мне это не удалось из-за большого количества людей. Надеюсь, сегодня получится. Нам также удалось пообщаться с писателем. Он рассказал нам о своей новой книге «Жизнь без края», которая была переведена на украинский язык. И кроме того, он раскрыл секрет своей следующей книги. Он рассказал нам о том, что он был вдохновлен Майданом, революцией достоинства в Украине. И эти события также лягут в основу этой книги. И он планирует дописать ее как раз здесь, пребывая в Украине. Это первое мероприятие в рамках Львовского книжного форума. В этом году в нем принимают участие 260 издательств. Они привезли на вот эту вот ярмарку 250 тонн книг. Также посетители ждут презентации, дискуссии, мастер-классы. Всего около тысячи событий в разных тематических кластерах на 50 локациях. Что об этом рассказывают организаторы, предлагаю послушать. Литературные фестивали и ярмарки довольно консервативны. Но я очень рада тому, что у нас очень хорошо развиваются тематические кластеры. Что у нас есть возможность дискутировать на очень сложные темы. Что все больше интеллектуалов, публичных людей и авторов присоединяются к этим дискуссиям. Они создают новые смыслы. И именно это является нашей главной миссией. Не только продавать книги, а говорить о сложных вещах. И помогать людям жить. Книжный форум во Львове продлится до 23 сентября. А мы будем следить за самыми интересными мероприятиями. В его рамках. И рассказывать о них вам. Передаю слово тебе, Тимофей. Спасибо большое, коллега. Это был наш корреспондент Юлия Кричкова из Львова. Там открылся 25-й форум издателей. На этом у нас пока все. Больше актуальной информации вы найдете на наших страницах в соцсетях. А также на сайте телеканала eitv.eu. Следующий выпуск новостей уже в 15.00 по киевскому времени. Поэтому не переключайте. И до встречи. Редактор субтитров А.Семкин